Привет, ребята! Сегодня мы поговорим про классификацию веществ. Вещества бывают простые и сложные. Простые состоят из атомов одного элемента, а сложные состоят из атомов разных элементов. Среди простых веществ выделяют металлы и неметаллы. Для того, чтобы определить металл или неметалл элемент, загляните в таблицу Менделеева. Это ваша подсказка. Разделим таблицу по диагонали от бериллия к остату. Все элементы, которые будут находиться под диагональю, это, соответственно, металлы. Над диагональю находятся и металлы, и неметаллы. Неметаллы располагаются в главных подгруппах, а металлы, соответственно, в побочных. Среди сложных веществ выделяют четыре класса – оксиды, основания, кислоты и соли. Основания – это химические соединения с формулой вида металл OHX, где х равен 1 или 2. Исключением будет бериллию H2 и цинку H2 – это не основания, а ампатерные гидроксиды. Щелочи – это гидроксиды щелочных металлов, которые обладают сильными основными свойствами. Они еще называются сильные основания. Практически все они прекрасно растворимы в воде. Например, это натрию H, калию H, кальцию H2, барю H2. Слабые основания – почти все нерастворимы в воде. Например, это гидроксид железа-2 или гидроксид меди-2. Необычное основание гидрата аммония NH4OH является растворимым в воде, но так как разлагается намяк и воду, является слабым. Ампатерные гидроксиды – это химические соединения с формулой металл OH3, а также бериллию H2 и цинку H2 в качестве исключений. Например, это алюминий H3, фермо H3, хром H3 и т.д. Кислоты – это следующий класс, который мы рассмотрим. Это вещества, молекулы которых содержат атомы водорода, способные замещаться на атом металла. Еще кислоты можно представить в виде гидроксидов неметалла. Общая формула кислот – это HXK, где H – это атом водорода, который способен замещаться на атом металла, Х – это его количество, которое зависит от заряда кислотного остатка, а К – это, соответственно, кислотный остаток. Основность кислоты определяется числом атомов водорода, которая способна отдать молекулы кислоты, реагируя с основанием. По количеству атомов водорода можно разделить все кислоты на одноосновные, например, это H2, H-хлор, H-бром, или двухосновные, это, например, H3PO3 и H2SO4. Трехосновная кислота – это кислота H3PO4. Определить основность кислоты по числу атомов водорода часто не всегда верный способ для всех кислот. Например, фосфорноватистая кислота имеет формулу H3PO2, хоть и содержит три атома водорода, но является одноосновной кислотой, так как эти атомы не связаны с атомами кислорода. Фосфористая кислота, например, H3PO3, является двухосновной кислотой, а HPO3, метафосфорная кислота, является также одноосновной кислотой. Ортофосфорная кислота H3PO4 – это трехосновная кислота. Здесь все три водорода связаны будут с кислородом. Вот необходимо для этого составить структурные формулы этих кислот. То есть получаем правило, что определить основность кислоты по количеству гидроксильных групп в структурной формуле проще. И определяем это не по количеству атомов водорода. Все кислоты подразделяются на сильные и слабые по степени диссоциации. К сильным кислотам, например, относятся соляная кислота или хлороводород, бромоводород, йодоводород. Далее относятся двухосновные кислоты, кислородосодержащие – это серная кислота. Одноосновная кислородосодержащая кислота – хлорноватая. Одноосновная кислородосодержащая кислота – азотная. Двухосновные кислоты, кислородосодержащие – хромовая и дихромовая. Далее есть список слабых кислот, которые нужно запомнить. Из бескислородных кислот это сероводород H2S, плавиковая кислота H2R и циановодород. Сернистая кислота является слабой уже двухосновной кислотой кислорода содержащей. Также к слабым кислотам относятся хлористая кислота и хлорноватистая кислота. Еще азотистая кислота. Фосфорная кислота H3PO4 также будет слабой кислотой, хотя, по-первых, ступень диссоциации она хорошо диссоциирует. Угольная кислота, кремниевая кислота также являются слабыми кислотами по силе диссоциации. Следующий класс веществ, который мы рассмотрим, это соли. Соли это сложные вещества, в состав которых входят катионы металлов или аммония и анионокислотных остатков. Мы разберемся с принципом названия солей. Сначала мы называем анион, потом катион в родительном падеже. Соли бывают средние. Это продукт полного замещения атомов водорода в молекуле кислоты атомами-металлами или, соответственно, продукты полного замещения гидроксид ионов в составе оснований кислотными остатками. Средние соли диссоциируют на катионы металлов и анионы кислотных остатков. Для расстановки правильных индексов у катиона и аниона в формуле соли можно смотреть заряды катиона и аниона в таблице растворимости. В кислотном остатке в анионе средних солей атомы могут быть еще и металлами. Это переходные металлы в высших степенях окисления, например, перманганат калия, дихромат натрия или металлы, гидроксиды которых амфотерны, например, алюминат натрия и цинкат натрия. По таблице растворимости можно проверить, растворимы такие соли или нет. Следующий класс – это кислые соли. Это продукты неполного замещения атомов водорода в молекулы на многоосновных кислот на металл или ион аммония. Кислые соли содержат кислотные остатки, в состав которых может входить водород, например, гидросульфат калия или дигидрофосфат натрия. При диссоциации они образуют три типа ионов – анион кислотного остатка, катион водорода и катион металла. Название строится по аналогии со средними солями, но с добавлением приставки гидро к кислотному остатку, например, гидросульфат калия или диигидрофосфат натрия или гидрокарбонат кальция. Могут быть образованы двух или трех основными кислотами. Следующие – это основные соли. Это продукты неполного замещения гидроксид ионов в составе многокислых оснований кислотными остатками. При диссоциации они будут также образовывать три типа ионов – это анион кислотного остатка, анион гидроксида и катион металла. Название строится по аналогии со средними солями, но с добавлением приставки гидрокса к названию катиона. Например, гидрокса, карбонат, меди или по-другому малахит. Или, например, гидрокса, нитрат, цинка. Следующие соли – это двойные соли. Продукт замещения атомов водорода в молекуле многоосновной кислоты двумя разными металлами. Например, сульфат калия алюминия или сульфат железа диамония. Следующие соли – это смешанные соли. Это продукты замещения гидроксид ионов в составе многокислотного основания двумя разными кислотными остатками. Например, хлорид, гипохлорид, кальция. Комплексные соли или кордиционные соединения. Частицы, то есть нейтральные молекулы или ионы, которые образуются в результате присоединения к данному иону или атому, называются комплексообразователем нейтральных молекул. Для других веществ называются легандами. Рассмотрим на примере гекса, циана, феррата, калия. Здесь есть внутренняя сфера, которая образована ионом железа 3, поэтому это комплексообразователь, который имеет степень окисления плюс 3. Вокруг этого иона скоординировано 6 ионов цианида. Это леганды. Кордиционное число будет равно 6. Общий заряд внутренней сферы равен плюс 3 плюс минус 1 умноженное на 6 равно минус 3. Внешняя сфера образована катионом калия калий плюс. В соответствии с зарядом внутренней сферы равному минус 3, во внешней сфере должно находиться 3 иона калия. Комплексные соли, имеющие внешнюю сферу в водном растворе, полностью диссоциируют на комплексный малодиссоциирующий катион и анион. Также встречаются бинарные соединения. Это пероксиды или супероксиды, например, перекись водорода или пероксид натрия. Гидриды – это соединения металлов с водородом, например, гидрид натрия или гидрид кальция. Если водород соединен с неметаллом, то образуется летучее водородное соединение. Например, аммиак, силан, фосфин. Также могут встретиться силициды – это бинарное соединение металла с кремнием в степени окисления минус 4. Или нитриды, например, нитрид лития. По той же логике выделяют фосфиды – это соединение металлов с фосфором минус 3, силициды и карбиды.